Тренировались в присутствии министров. Для юных футболистов в Кирве провели открытую тренировку на манеже. Перед ее началом между ребятами разыграли билет на встречу с известным спортивным блогером. О мероприятии расскажем далее. Еще только научились сидеть за партами, а на футбольном поле уже четко знают, на какой позиции нужно находиться и какую задачу поставил тренер. Игроки команды юниор Агат учатся в первом классе, а в футболе новичками уже не считаются. За их плечами много матчей в разных городах. На очередную тренировку пригласили региональных министров, чтобы те увидели, какое футбольное поколение подрастает в Кирове. Для детей, знаете, важно прийти в комфортные условия, чтобы у них была красивая форма, чтобы горели глаза и занимались спортом, футболом, хоккеем. Абсолютно не важно. Главное, чтобы у наших детей были условия для занятий спортом. Как раз в этом возрасте закладываются и привычки, и характер, и как раз возможность поучаствовать в тренировках, возможность побороться за повышение своего профессионального уровня. Перед началом тренировочной игры к ребятам по видеосвязи обратился блогер Толя о футболе. Он занимается развитием детского футбола в регионах. Большой привет передаю команде «Агат-юниор» из города Киров. Ребят, знаю, сегодня у вас тренировочка, и на ней выберут победителя, который поучаствует в моем просто топовом и супер качественном интенсиве. В феврале он приедет в Киров на большое спортивное мероприятие. Юные спортсмены смогут выступить перед именитыми тренерами. Билет на этот праздник разыграли между ребятами в команде. Министр спорта Сергей Сулик вытянул имя Коля Орлов. Я по ребенку получил бесплатное участие в таком мероприятии. Он сам в шоке до сих пор бегает, спрашивает. Это куча эмоций. Сейчас две недели есть подготовиться ему, что-то подучить, что-то психологически поработать. Все равно это как бы вызов такой. Ты на тренировке можешь что-то сделать, а когда во время игры ты немножко стесняешься, не можешь проявить свои сильные качества. Я думаю, что он сможет там что-то взять новое для себя и показать свои качества как футболиста. Пока малыши, может, и не понимают важности таких событий, но это точно скажется в будущем на их достижениях. Елена Шарыгина, Светлана Гудименко. Бюро новостей Дайвича.